Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. Здесь, благодаря характерной форме капота, вы видите боковые габариты автомобиля. Если пробег автомобиля уже превысил 200-250 тысяч километров, есть шанс, что G6BA будет подъедать масло. Кстати, комбинация приборов здесь довольно информативная, несмотря на простоватый дизайн. Клавиши отбирания находятся прямо под эмблемой. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Здесь он стальной, хоть и обработан антикоррозийной защитой. Его объем 65 литров. Время идет, а цены на подержанные автомобили, вопреки всякой здравой логике, только продолжают расти. Но что делать, если при ограниченном бюджете вам нужно много машины и желательно с постоянным полным приводом? Осуществимо ли это? Да, и на помощь приходят корейцы. В данном случае речь пойдет про Hyundai Santa Fe Classic в кузове SM. Оригинальный Hyundai Santa Fe в кузове SM появился в 2000 году. Этот автомобиль изначально собирался в Корее, откуда поставлялся на множество внешних, в том числе рынков сбыта. Забавный факт, но на дорестайлинговых Santa Fe не было дизельных двигателей. Бензиновые агрегаты начинались с объема 2.0 на 134 лошадиные силы, затем следовал 2.4 на 145 лошадей, ну и наконец мотор объемом 2.7 литра на 173 лошадиные силы, коробки передач механика либо автомат, привод передний либо полный. После рестайлинга младшие в линейке двухлитровый бензиновый двигатель убрали, заменив на дизель на 112 лошадей. В 2006 году производство этого автомобиля у себя на родине в Корее было завершено и модель начали собирать у нас на Таганрогском автомобильном заводе под маркировкой Hyundai Santa Fe Classic. На российских Santa Fe Classic было только два варианта двигателя, бензин 2.7 либо дизельный двухлитровый. Сборка этого автомобиля в России завершилась в 2010 году в связи с некоторыми финансовыми трудностями предприятия, а вообще модель прожила до 2013 года. Сегодня у нас на подъемнике вариант 2009 года выпуска, бензиновый 2.7 литра, 173 лошадиные силы, полный привод и автоматическая коробка передача. Самое примечательное в этом экземпляре это его небольшой родной пробег 164 тысячи километров. Hyundai Santa Fe Classic это полноразмерный нормальный автомобиль. Длина кузова здесь 4,5 метра, ширина 1,84 метра, а высота 1,71 метра. Колесная база при этом составляет 2,67 метра, что чуть меньше, чем принято у седанов бизнес-класса. Снаряженная масса версии с двигателем 2,7, 1736 килограмма, максимально разрешенная полная масса 2 тонны 380. Что касается толщины заводского лакокрасочного покрытия, то для Hyundai Santa Fe Classic разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 90 до 120-135 микрон. А вот в том, что касается стойкости этих кузовов к коррозии, все было неплохо поначалу. Но с учетом возраста таких автомобилей, особенно это касается Hyundai Santa Fe без приставки Classic, то есть до 2006 года выпуска, обязательно смотрите машины снизу. На нашей практике встречались и экземпляры с хорошо прогнившими полами. Обзор внутреннего пространства автомобиля начинаем с багажного отделения. У него каталожный объем 800 литров при сложенных спинках заднего сидения, он увеличивается до 2100 литров. Кстати, получить доступ в багажник этого кроссовера можно не только через массивную пятую дверь, но и отдельно открыв стекло. Клавиши отпирания находятся прямо под эмблемой в нише номерного знака. Первое, что бросается в глаза здесь, это широкий проем багажного отделения. По своей средней части это 1,20 м. Ширина по полу в наиболее узкой части багажника 103 см. Длина по полу 90 см ровно. Задние сидения здесь складываются на тот же манер, как и в 140-м кузове Corolla Fielder. Сначала опрокидываете вперед подушку сидения, а затем роняете спинку. Ровный пол здесь не получится. В любом случае присутствует небольшой наклон, да и проталкивать длинный груз между сидениями не столь удобно. Зато длина багажника увеличивается до 165 см. Высота от кольщ-пола 82 см. Ну а максимальная длина салона от передней панели до крышки багажника здесь 254 см. Что касается дополнительных удост по багажнику. В данном случае с левой стороны у нас есть 12-вольтовая розетка, а справа довольно вместительный отсек в боковой панели. Что касается ниш в полу, то здесь они очень мелкие по глубине. Сложить сюда разного рода мелочевку получится, но не более того. А под накладкой на полу перед самим задним сидением размещается штатный инструмент. Домкрат, вороток и баллонник. Также стоит отметить наличие здесь петель для фиксации груза, одна из которых в данном случае, к сожалению, потеряна. И на этом, в общем-то, все. Запасное колесо на этом автомобиле крепится снизу, как на Mitsubishi Outlander, и опускается при помощи болта, который вам предлагается поворачивать штатным баллонником. Ну а теперь переходим к обзору интерьера Santa Fe Classic. Возраст этого автомобиля выдает в первую очередь руль. Здесь очень тонкий, непривычно тонкий по современным меркам обод руля. Хотя его нельзя назвать неудобным. В плане материалов отделки салона в этом автомобиле встречается и мягкий пластик. Из него выполнена большая часть передней панели и верхняя часть дверных карт. Но достаточно и жесткие пластмассы. Это центральная консоль. И, что удивительно, подлокотник. Подлокотник особенно жесткий и логичнее было бы сделать. Наоборот, дверная карта твердая, но подлокотник все же помягче. Что касается материала отделки сидений, то здесь ткань и довольно-таки приятная на ощупь. Такую же тканевую отделку имеет и подлокотник на центральном боксе. Сидения полностью плоские. Никакой особой боковой поддержки на них нет. Оно и понятно. Класс автомобиля не предполагает. Водительское сидение имеет регулировку, в том числе и подушки по наклону. Что позволяет вам устранить момент с зазором между бедром и сидением. То есть ноги у вас в любом случае будут находиться на опоре, а не на весу. Но если ваш рост сильно превышает 1,86 м, то имейте в виду. За рулем этого автомобиля вы можете нормально и не устроиться. Поскольку сейчас это максимально сдвинутое назад положение. Я не скажу, что мне здесь слишком вольготно. Рулевая колонка имеет регулировку. Только по наклону по вылету руль не регулируется. Разного рода кнопочек. Здесь вообще по минимуму блок стеклоподъемников на дверной карте. Здесь же центральный замок управления зеркалами. Подогрев зоны дворников и регулировка яркости приборной панели. Справа на панели, так же как это было на старых мерседесах, замок зажигания. Крупная кнопка аварийки, часы, противотуманный фонарь и обогрев заднего стекла. Но под магнитолой панель управления климатом. Здесь он однозонный, но полностью автоматический. Селектор коробки передач с прямой прорезью. Отдельные секции для ручного режима. И кнопкой блокировки. Обычный механический стояночный тормоз и подогрева сидений. Все клавиши крупные, тактильно различимые. Освоится в этой машине проблем не будет. Кстати, комбинация приборов здесь довольно информативная. Несмотря на простоватый дизайн. Все приборы аналоговые, электронные, только одометр. Что касается кармашков и прочих мест для хранения. В этом автомобиле, помимо полки под магнитолой, есть дополнительная полочка перед селектором коробки передач. Также присутствует пепельница, которую можно использовать для хранения. Кстати, с нормальным прикуривателем, а не затычкой. Вместо него есть монетница. И два подстаканника. Один у водителя перед селектором коробки передач. Второй, видимо, для пассажира. Непосредственно перед боксом в подлокотнике. Сам бокс здесь имеет как небольшую верхнюю секцию, так и основную, более крупную. Правда, загрузить сюда много всего у вас вряд ли получится. Но основной перчаточный ящик, хоть и небольшой по объему, но предполагает возможность разместить документы формата А4, не сворачивая их в рулон. Внизу дверных карт присутствуют очень узенькие и довольно длинные кармашки. Куда затолкать бутылку, у вас при всем желании не получится. Так что они тоже больше для мелочевки. Что касается обзорности, в плане обзорности вперед вопросов минимум. Здесь, благодаря характерной форме капота, вы видите боковые габариты автомобиля. Само лобовое стекло узкое, но это не вызывает затруднений. А вот с обзорностью в стороны есть вопросы. Главным образом, благодаря нагромождению центральной стойки и бокового зеркала, которое здесь довольно-таки большое по площади и в него удобно смотреть. Но слепые зоны при повороте направо и налево, в которых могут прятаться пешеходы, следует иметь в виду. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Что касается заднего ряда Santa Fe Classic. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это отсутствие запаса по высоте. В плане расположения подушки сидения бедро оказывается на весу, во всяком случае, при моей длине ног. В дальней дороге это будет утомительно. Второй момент. Пол здесь абсолютно плоский и размещению третьего пассажира ничего вроде бы не мешает. Но людям по краям тоже будет некуда девать ступни, поскольку пространства под передним сидением здесь критически мало. И ступня банально туда не войдет. Запаса по длине при моей собственной регулировке тоже не остается. Колени контактят с сидением, но не упираются в него. А если бы упирались, контакт этот был бы болезненным, поскольку спинка к сидению здесь пластмассовая. Зато в плане места над головой вопросов нет. Кстати, наклон спинки заднего дивана здесь регулируется, и это самое отлогое его положение. Посадка при более вертикально зафиксированной спинке явно будет неудобнее. Также к услугам задних пассажиров отдельный откидной подлокотник со сдвоенным подстаканником. Плюс два подстаканника открываются внизу центрального бокса. Также здесь есть пепельница, а в дверных картах внизу есть кармашки, где уже присутствует отдельное углубление для размещения бутылки. Зато с обзорностью для пассажиров заднего ряда все обстоит как нельзя лучше. Низкая линия бокового остекления и большое по площади окно. Как говорится, можно осматривать достопримечательности без каких-то проблем. Но если ваш рост выше, чем средний, скажем, метр семьдесят, то, скорее всего, на заднем сидении этого автомобиля ехать на дальняк вам будет не особо удобно. Под капотом российских Hyundai Santa Fe Classic располагалось всего два варианта двигателей. Один бензиновый, один дизель. Бензиновый мотор носит индекс G6BA. Это 173 лошадиные силы, 250 ньютон-метров крутящего момента. Он с автоматом разгоняет этот автомобиль до 100 км в час за 11,4 секунды, что в целом неплохо и даже, можно сказать, достаточно. По конфигурации это алюминиевая V-образная шестерка. Здесь есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Привод ГРМ у нее комбинированный. Основной привод это ремень, который приводит впускные распредвалы. А выпускной распредвал связан со впускным при помощи цепи. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива. А из дополнительных моментов, усложняющих конструкцию, впускной коллектор переменной геометрии. В нем есть ось с заслонками. Так вот, болтики крепления этих самых заслонок имеют свойство иногда покидать свои посадочные места и улетать во впуск. И это одна из характерных проблем и болячек данного двигателя. Также стоит иметь в виду, что несмотря на то, что заводской ремень ГРМ на таких моторах очень крепкий и выхаживает иногда даже более чем регламентные 90 тысяч километров до замены, посматривать за его состоянием все же нужно, поскольку если его порвет, клапана этот мотор загибает. Если пробег автомобиля уже превысил 200-250 тысяч километров, есть шанс, что G6BA будет подъедать масло. Вследствие естественного старения маслосъемных колпачков, а в самых запущенных случаях залегших маслосъемных колец. Но в остальном этот мотор беспокоит разве что мелочами, например, необходимостью иногда менять высоковольтные провода. При должном обслуживании мотор этот крайне надежен, и несмотря на то, что он прожорливый, а в городе он легко может потреблять до 20 литров 92-го бензина на 100 километров пути, он проедет под 500 тысяч километров. И он точно лучше, чем альтернативный ему дизель с индексом D4 и A. Дизельный мотор для этого автомобиля разрабатывали итальянцы из WM-мотори, те самые, которые приложили руку как к огромному количеству фиатовских дизелей, так и, например, к моторам на втором поколении Jeep Grand Cherokee. Двухлитровый дизельный двигатель выдает 112 лошадиных сил и 235 ньютон-метров крутящего момента. С ним автомобиль куда более нерасторопный. Система впрыска на таких дизелях типа Common Rail, чугунный блок цилиндров, 4 в ряд, ременной привод ГРМ и, конечно, турбина. Дизельный двигатель также оснащен гидрокомпенсаторами, а распредвал у него один-единственный. Как правило, дизельные автомобили – это машины с большими пробегами. И какой бы крепкой ни была поршневая группа у дизельного мотора, всегда есть шанс приехать на ремонт топливной аппаратуры. Слабым местом на таких дизелях являются форсунки. Некачественную солярку они переваривают плохо. Также при обрыве ремня ГРМ клапана на дизельном моторе у вас погнёт. Добавьте сюда турбину, живущую около 150 тысяч километров, и возможные проблемы с износом кулачков распредвала, и вы поймёте, что экономия на дизтопливе в данном случае не стоит того. Что касается коробок передач, то в качестве автомата здесь используется коробка Mitsubishi. Её индекс F4A51. Эта трансмиссия держит до 350 ньютонометров крутящего момента, то есть на данном моторе её хватает с хорошим запасом. В ней всего 4 передачи. Передачи длинные, да и коробка не отличается расторотностью переключений, зато долго служит. Интервал замены рабочей жидкости – 60 тысяч километров пробега. К слабым местам данной трансмиссии можно отнести не слишком долговечные игольчатые подшипники планетарных рядов. Но при нормальном уходе свои 300 тысяч километров такая коробка вполне способна отработать. Пятиступенчатая механика M5HF1 тоже живёт более 300 тысяч километров пробега. Правда, если машина пробежала 200+, обязательно на тест-драйве послушайте, чтобы не было гула подшипников. Также на больших пробегах на таких трансмиссиях встречается уже и износ синхронизаторов. Проверяйте, чтобы все скорости включались нормально. Интервал замены масла, объём которого 2,7 литра – 90 тысяч километров. А вот сцепление долгоживущим не назвать. Как правило, до 100 тысяч километров оно не выхаживает. По заводу дорожный просвет этого автомобиля 207 миллиметров. Вооружаемся рулеткой и проверяем, так ли это. И нет, не так. Самая низкая точка здесь под передним подрамником, где крепится защита. До неё от асфальта 17 сантиметров. А вот передний бампер действительно высоко – 28. До отбортовки порога 29 сантиметров за передним колесом. В задней части правильнее замерять клиренс до топливного бака – 25 сантиметров. Ну а до заднего бампера от асфальта – все 33 сантиметра. Так что с дорожным просветом в целом у этого автомобиля дела обстоят неплохо. Что касается ходовой части, то спереди у этого автомобиля подвеска типа Маккерсон. Причём шаровые опоры в данном случае в рычаге запрессованы. По задумке производителя отдельно меняться они не должны. Также стоит отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости довольно-таки мощный в плане сечения прута. Здесь закреплён на подрамнике таким образом, что подобраться к нему без демонтажа самого подрамника у вас, увы, не получится. Рулевая рейка у этих автомобилей гидравлическая и, кстати, крепкая. Как правило, на ремонт и на пробегах ранее 200 тысяч километров рейка не приезжает. Но вот по тече она вполне способна. Этот момент лучше проверить. Также, как стоит проверить, и люфты на всех крестовинах карданного вала. Как и на Hyundai Tucson, крестовины на автомобиле с большим пробегом имеют свойство разбиваться. Если говорить про слабые места ходовой части, то, пожалуй, самым характерным здесь будет небольшой ресурс опорных подшипников передних стоек. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Здесь он стальной, хоть и обработал антикоррозийная защита. Его объём 65 литров. Что касается задней подвески, то в данном случае у нас уже схема на рычагах. На двойных продольных, если быть точнее. Любопытным моментом является наличие в задней подвеске шаровых опор. Причём в количестве две штуки на каждой стороне. Амортизаторы и пружины располагаются отдельно друг от друга. И, кстати, задние пружины это тоже один из уязвимых моментов ходовой части Санта-Фе этого поколения. Они имеют свойство просаживаться. Запасное колесо закреплено под днищем багажника. А что касается полного привода, то у этого автомобиля он постоянный. Полный плюс есть возможность заблокировать межосевой дифференциал при помощи муфты. В плане проходимости такая схема выигрышная. В плане экономии топлива не особо. Кроме того, на этом автомобиле установлен задний редуктор с завода, содержащий ЛСД блокировку межосевого дифференциала. А это дополнительный плюс к проходимости. Вот такой краткий обзор у нас сегодня получился. Надеемся, после его просмотра у вас сформировалось впечатление о том, что представляет собой подобная машина. Если заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на подъемнике, контактный телефон для связи, на котором есть в том числе и мессенджеры, указан в описании. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!